В Славутище на этой неделе проходит финальный этап чемпионата Украины по футзалу среди женских команд первой лиги. В финальную часть попали Дю США имени Бутовского Полтава, Орион Авто город Николаев, Кнуп ИА город Киев, Дю США город Ирпень, Тесла 2 город Харьков и Олимп КДС США город Славутищ. Интересно, что с основным составом Тесла из Харькова нашим девчонкам нужно будет встречаться в полуфинале Кубка Украины. Аркомитет турнира пожелал командам удачи и игр без травм, а почетный мэр Славутищ Вудовиченко на торжественном открытии рассказал об истории Славутища и добавил, что может поделиться формулой успеха нашего города. Интересно, что много мест и тут дореждаю Славутища, но это еще долго будет идти. В Славутищи все есть, они работают. И сегодня великая честь принимать таких, кто умеет у нас в Славутищи. И Славутищане, правда, это, чтобы он пришел на высоком уровне, чтобы вам было очень комфортно. Кто победит, ну, тот победит, кто немного сильнейший, у кого больше вдачи, и с кем Господь Бог, как вы сейчас в дни великих пасхарных свят. Но самое главное не в том, самое главное, что вы точно принимаете участие и дивитесь в майбуте, надеянно дивитесь в майбуте, как вы сегодня показали в Украине мир, слагоди, объединения с усилиями, а вам в мире и надеянно в майбуте. Хай вам счастья! В первом матче турнира Славутищанки разгромили команду из Николаева со счетом 15-3. А вот во второй встрече с Дю США и Зарпеня в день открытия турнира все пошло не так гладко, как планировалось. Да, матч начался с наших осторожных атак, но были и резкие контратаки. В одной из них в первом тайме мы и пропустили хорошую контратаку, и счет стал 0-1. Наши девчонки атаковали практически постоянно, но то удар шел мимо, то пас отдавали не так, то выручал вратарь. А команда противника к середине тайма подсела. Чуть более взрослые игроки, да еще немножко с лишним весом, вот тут и прибавить бы в скорости. И в конце концов нам это удается, и мы забиваем ответный мяч. 1-1. К тому же по непонятным для нас причинам в запасе у Ирпенчан была только одна футболистка. Но наши атаки не доходили до верного. А расчетливый и хитрый удар игрока Ирпеня со штрафного, к сожалению, зевнул наш вратарь. В конце первого тайма мы проигрываем. 1-2. И во втором тайме после перерыва снова наши атаки. Все-таки наши и техничнее, и быстрее. И словучанки сравнивают счет. Итак, во втором матче турнира ничья. 2-2. В полуфинале КДС США Славутич обыграла команду Дю США имени Бутовского из Полтавы. А наш соперник по второй игре Дю США Ирпень обыграл киевскую команду КНУП ИА. И получилось, что в финале встретились вновь КДС США Олимп Славутич и Дю США Ирпень. С которым мы сыграли во второй игре турнира в ничью. А вот на этот раз у наших футболисток все получалось, как в матчах на Кубок Украины. То ли тренер как-то простимулировал, то ли, ну пусть это останется тайной. Точные перепасовки, резкие атаки. Уже после первого тайма счет был 4-0. А когда в начале второго тайма словучанки забили и пятый гол, стало понятно, что чемпионками Украины по футзалу в первой лиге будут словучанки. Прошло пять минут, и мы пропустили один гол. Кстати, он оказался единственным в финальной игре в наши ворота. А вот соперники словучанок получили еще два мяча. Итак, победа в финале 7-1. И это далеко не 2-2, как в первый день турнира. Естественно, мы у нашего тренера спросили, почему так получилось за три дня? Две совершенно разные игры против одной и той же команды. Ну, разница в том, что первая игра была, скажем так, у них это была первая игра за день, а у нас уже была вторая. Тому мы были уже втомлены, скажем так, и, возможно, не было трошки такой мотивации. Потому что это команда нашей группы на выборном этапе, она вышла из нашей группы, и на выборном этапе мы их переграли 6-0. Тому девчата, возможно, трошки себя не переоценили, не дооценили соперника, в связи с этим таки результаты. А сейчас мы играли в свою игру, впевненно. Все зробили так, как было нужно. А еще мы пообщались с тренером серебряных призеров чемпионата Украины по футзалу Алиной Горобец. Турнир, я считаю, на хорошем уровне. В город Слаутич всегда приятно приезжать. Все команды были достойны финала, но это футбол, поэтому в финал попали, наверное, лучшие команды. А вообще все хорошо, всем довольны. Своими девчонками тоже, потому что нас приехало немного. Я хотел, кстати, спросить, почему только одна запасная? Это шансов мало? Ну, так вышло. Та заболела, та не смогла, и та уехала. И так вышло, чтобы поехали те, кто есть. Но я считаю, что девчонки молодцы. Слава Богу, что мы до финала дошли таким составом. Да, мы вас поздравляем. А вот что получилось в первом матче, ну, в первом круге, когда вы встречались с Алимпом, и что не получилось делать? Короткий анализ. Ну, наверное, это зависело от игры Слаутича. В первом матче они немножко с боязкой играли, давали нам возможности, да, давали нам возможности делать все, что мы хотим. А во втором матче немножко нас прижали, и, ну, не то, что мы не были к этому готовы, но нам было тяжело взаимодействовать. Тем более, третий день соревнований, устали. И, кстати, проверили информацию из интернета о том, что Алина Горобец когда-то сама играла в мини-футбол и считалась лучшим игроком в мире. Нет, это правда, да. В 2009 году, играя за футбольный клуб «Беличанка», я стала лучшим игроком мира, в общем, по версии «Футзелл Планет». Так что это правда. И, конечно, о приятном. О радостном мероприятии под названием «Награждение лучших». Я всех вас поздравляю с окончанием этого турнира. Я надеюсь, это далеко не последний турнир в городе Слаутича. Мне особенно сегодня приятно, что именно Слаутичская команда выиграла по двум, скажем так, факторам. Во-первых, потому что это наша команда, а во-вторых, потому что у каждой команды из вас еще будет дополнительный стимул приехать в город Слаутич и попытаться отвоевать этот кубок. Я надеюсь, что это далеко не последний турнир в городе Слаутич. Я вас всех поздравляю. Поздравляю, что без особых травм прошел турнир. Желаю вам в будущем новых побед, новых турниров. Всегда участвовать и всегда побеждать. Вначале наградили лучших в номинациях. Мини-кубок за третье место получила команда из Полтавы. Кубок чуть побольше за второе место у команды из Эрпеня. А победителями стали КДС США Олимп, город Слаутич. КДС США Олимп, город Слаутич. Финальный гимн Украины. Радостное пение, в том числе и победителей. И, конечно, интервью у тренера. У нас закінчилися третий чемпионат України. Перед цим був 2003-й, 2004-й рік народжения, где мы стали чемпионами. 2001-й, 2-й рік народжения. Поки что да. То есть, первая ліга, то есть, мы уже трикратные чемпиони. То есть, наш футбольный клуб, спортивная комната, дитяческая спортивная школа, уже тричі чемпионы Украины в цьому році серед девчат. При этом у нас осталось півфинал Кубка Украины. Сподіваємось, мы до неї впевнено подготовимся и финансово сможем подолать финансовую ситуацию и выступить снова в півфинале Кубка Украины. И також у нас 28 по 30 квотня в городе Черкасе пройде финальный этап чемпионата Украины среди девчат 2005-2006 року народжения, где мы також потрапили в финал. И сподіваємось, девчатка, меньшенькие, тоже могут показать добрые результаты. Это вообще будет уникальное событие, когда вы все завоевали. Мы не будем про это говорить. Это будет и так, скажем, трикратный чемпион Украины. При этом, первая ліга – это 10 кандидатов в майстри спорту Украины. Так, каждый сделал то, что мог, но на поле, мне кажется, это наш воротарь, голубцовая Аня, которая реально очень много помогла команде. Это Кавалинка Альона, которая очень много чего сделала в защите. Ну, а так, в принципе, это такие два гравцы, которые действительно трёх-трёх выделялись чем другие. А вообще вся команда была командой. То есть, если бы мы не были командой, а отдельными гравцами, то у нас бы не было бы такого результата. Поэтому им велика подяка девчатам за их работу, за их труды, за их переживания. И, возможно, все секреты я им выдавать не буду. Потому что другие команды нас тоже бачат. С победой, Словичанки, и идем на рекорд. Не правда ли?